Привет, народ! Страна, привет! Ну что, мы забрали вездеход Жуков гаража, на тюнячили его, и сейчас едем обкалывать этот тюнинг весь, испытывать, пробовать, ну и вам рассказывать о нем. Короче, народ, полезем в самые-самые-самые кучи, в самые-самые дебри, найдем самую глубокую лужу, как обычно, самый крутой берег, кстати, нам поставили лебедку, и мы при наличии крутого берега обязательно на него залебедимся, ну, при наличии дерева на том берегу, или какого-нибудь кова побольше. В общем, едем мы в окрестностях города Вельска, а если быть точнее, это поселок Октябрьский. А что нас там ждет, мы вам все покажем. Поедем на болото, попробуем там и покопать, и порыбачить, если получится. Ну и, на самом деле, едем мы по делу, а там уже сидело пораньше, все сделаем дела, то останемся пару дней, вот как раз покопаем, порыбачим. В общем, не будем загадывать, давайте смотреть дальше, будет интересно, переключайтесь. Как обычно, все самое интересное на том конце дороги. Так, ребятки, у нас произошло ЧП. Оторвали мы фаркоп. Оторвали фаркоп, да, при торможении у нас ушел фаркоп. Что произошло? Лопнули вот эти... Вот здесь кронштейн лопнул, да. Сейчас я поеду искать СТО какую-то, сварку, и будем это все приваривать. В общем, задержка получается. Ну, благо, что тут недалеко до городка. Сейчас будем думать, как что починить. Вот такая вот фигня. Вот так, ребятки. Ну, что ж, ребят, вот нам отрихтовали рецепное. Сейчас поедем его обварим. Здесь нет электросварки, а металл очень толстый. И будем его ставить, поедем дальше. Надо успеть. Ну, что, ребят, вот мы добрались до сварочных работ. Сейчас нам наше прицепное заварят. Потом поедем его поставим. И поедем дальше. Так что смотрите. Приключения только начинаются. А мне уже страшно. Хочу поблагодарить Юнуса, который помог, повозил, привез, отвез. Возится с нами, как с детьми малыми. Совершенно незнакомый человек. Просто вот так вот решил помочь, потому что мы ребята не местные. Ничего здесь не знаем. Так что спасибо Юнусу. Все, ребят, мы все заварили. Сейчас едем в сервис. Устанавливаем. И Мишка-то, наверное, там уже устал спать. Хватит сколько ему можно. Вот такие у нас сегодня приключения начинаются. А мы ведь еще до места не доехали. Мы теперь не только до Архангельска, а еще и до Польского доехали. Ну, что ж, ребят, машину нам починили. Хочу поблагодарить ребят, которые работают на СТО Барановский. Правильно же, да? Да. Так что будете Переславли-Залеском. Заезжайте. Знаете, здесь вам помогут. Кошкина 13А. Кошкина 13А. Вот так. Спасибо, ребят, большое. Все, а я поехал будить Мишку. Ну и пирожков вот ему купил. Это для профсоюза защиты Мишек. Смотрите, я его кормлю. Вы говорите, не кормим его. Ну, все, не переключаемся. Смотрим дальше. Алло. Ой, Мишанька. Ну, все, просыпайся, готовься, я еду. Ну, я выехал вот со станции. Сейчас тут километра три мне до тебя. Так что давай, собирай подушки свои. О, народ. Короче, мне позвонил Герасим. Сказал, что все в порядке. Машину нашу починили. Приварили фаркоп. А я тут, пока его ждал, сделал себе вот такую кровать. Положил костюм под ноги. Развернул поджелбник. Сделал подушку себе. Со светоэкраном. В общем, комфортно провел время. Ну, и, конечно, меня здесь подогревал Эбаста. И, скажу по большому секрету, я стырил шоколадку. Мне очень стыдно, но я не смог сдержаться. Все, а вот уже и Василий подъезжает. Так, все. Что-то делать. Ага, ребята, едем мы. Вот эта задержка у нас на три часа получилась. Ну, что поделаешь. Хорошо, что так все получилось вообще, а не как-то иначе еще. Итого все про все, ребята. У нас вышло 2500 на станции отдали мы и 700 рублей за то, что нам заварили. Прицепное заварили хорошо, на станции сделали тоже хорошо. Ребята, молодцы. Юнусу огромное спасибо. Он меня и повозил, и поискали мы вместе сварку. Просто на станции такой сварки не было электрического. У них полуавтомат только. И он такой металл бы не взял. То есть ребята не нахалтурили, не стали делать так, чтобы оно все отвалилось. А именно сделали как надо все. За что большое спасибо, ребята. Вы нас действительно выручили. Мы можем ехать дальше. Вон у нас и Мишка стоит. Сейчас мы прицепимся, зацепимся и поедем. Что-то Мишка бормочет там. Устал спать, наверное, погиб. Что, признавайся, устал спать? Все бока себе отлежал. Бедняжка. 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 Сейчас всегда болит. Попали мы конкретно, ребят. Мишка говорит, все, попали на фаркоп. Попали мы, ребятки, конкретно. Ну что же делать. Хорошо, что так. Хорошо, что прицеп вообще не оторвался и не поехал своей жизнью жить. Вот это бы попали бы. Так, ребят, сейчас мы отрегулируем тормоз наката и учимся. Потому что, если его не отрегулировать, при интенсивных торможениях опять будет то же самое. Так же самое у нас выломает фаркоп. Мы этого очень не хотим. Очень-очень. Поэтому мы это сейчас отрегулируем. Да. О, ребята, Мишка залез. Хоть поработает чуть-чуть. Да. А то дрых все бока, говорит, отлежал себе. То расслабился бедняжка. Он тут, правда, еще по совместительству справочным работал. К нему что-то все подходят. Сколько жрет, сколько прет, плывет, не плывет. В общем, вот так высписал. Да. А еще мы смотрите, какие штуки поставили. Ребят, у кого есть вездеходы шерп с прицепами, вот здесь этот фонарик, его постоянно ломает колесо. Вот ты заезжаешь. Мы поставили вот такие вот резиновые рожки. Они как раз четко обозначают передний габарит. Его и сзади видно, вот он красный. И здесь белый. То есть и спереди, и сзади расхожение теперь будет безопасно. Ну и, соответственно, его не сломаешь. Так вот колесом если попадает, то его просто отгибают и все. Ничего страшного не происходит. О, киса. Кис, ну я тебе могу только Мишкину сосиску дать. Сейчас я тебе дам. Эй, эй, давай там, а не сосиску. Как будто там побывал. Ребят, ну вот нас опять подписчики в Ярославле поймали. Парни, очень приятно. Давайте сейчас, куда едете, воздраться. В Вельск. В Вельск, да, вы там бывали там уже, вы там бывали. Все смотрим, давайте, удачи. Спасибо. Вот так, ребят. Опять нас поймали в пробке. Действительно приятно. Поймали нас в пробке. На въезде в Ярославль. Мы сейчас на объездную поворачиваем. Сейчас будем встречаться с Диджей Игриком. У Диджей Игрика канал. А копия в чердачном копии, поиске монет. Он давно уже копает, интересно показывает, рассказывает. Так что ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, заходите, смотрите его канал. Ну а сейчас мы вам покажем, как мы с ним встретимся. Он нам, кстати, шприц-масленку еще принесет, чтобы мы тормозную систему наката смазали. Вот шток там, который у нас клинит. Из-за чего у нас оторвался прицепной. Ну, ребята, и дороги в Ярославле на объездной. Мало того, что мы уже час едем два километра, так тут еще и война была недавно. Совсем. Только от нас это утаили все. Это капец какой-то. Чуть прицеп не перевернулся. Диджей Игрик, сделай что-нибудь с дорогами. Засыпьте их старыми монетами, которые вы находите. Ямы. И забетонируйте. Так. Господа. И вот он. Диджей Игрик. На Порше Каен. Или что это? Или это Игвард? На китайском Порше Каен. Да. Бентли. Всем привет. Всем привет. Ну что, рассказывай, ничего себе сделано в СССР. Да, оттуда мы все. Мы все оттуда. Да. Мы почти с одного года. Да, да, да. Со знаком качества. Да. Доблестная полиция у нас остановилась. Сейчас, не понятно, что хотят. Добрый. Здравствуйте, Англандский. А? Здравствуйте, я берегу. Страховочка есть у вас? Да, конечно. Счастливо. Счастливо. Вот так вот. Все нормально. Никто никому не выносит мозг. Ничего спорить. Проверили, посмотрели. И поехали дальше. Ну вот. Я в Вельске. Нашим зрителям из Вельска большой притей. Ребят, ребят, временем 2 часа ночи. И наше путешествие продолжается. Чего-то я подустал уже. Смотрите, этот храпит уже, который час. Часов 5, наверное, коррект. Населенный пункт впервые упоминается в 1137 году. В уставе новгородского князя Святослава Ольговича как пункт сбора церковной дани. 2 октября 1780 года был высочайший утвержден герб Вельска. В первой части герб Вологодский. Во второй части дег темнополненная бочка в золотом поле. В знак того, что обыватели сего города, он им производит знатный торг. С 80-х годов 19 века Вельс становится местом политической ссылки. Ныне Вельск – центр лесной и лесохимической промышленности. Также в городе работают асфальтобетонный завод, мясной и молочный комбинаты, хлебокомбинат. Осуществляется производство лимонада и разлив артезианской воды. Также Вельск примечательен в плане истории, культуры, туризма. Широко представлены в городе памятники местного значения, здания гражданской архитектуры, административного культурно-просветительского значения. Наиболее ценной с точки зрения сохранения архитектурного наследия является исторически сложившаяся центральная часть города, по-прежнему играющая роль городского центра. Вот такой вот он город Вельск. Такие, ребят, большие деревни здесь. Все обжитые. Все-таки на севере народ кучнее жил, нежели в средней полосе. Наверное, потому что в маленькой деревушке разрозненной тяжело выживать. Вот они кучковались. Деревни большие все. Едем, едем. Это вот я на полдеревни запись включил. Она все тянется, тянется, тянется. Небо плачет от радости. Мы приехали. Сейчас будет заправка Роснефти. Мы там будем заправлять везде. Это не я. Так, это не ты, да? Так, а вот соляр у нас только здесь. Здесь отольемся. О, ребят, какие красивые здесь дороги у нас попадаются. Просто шико-блеск. Спасите, помогите. Лесовозы ходят. Не едет, реально ходят. Ходят, да, шагающие лесовозы. Маны такие. По 50 кубов леса везут, по 60. Сейчас мы вам покажем такой. Они постоянно дут, что мы как-то дым-сюдым. Судым-блым-блым. Не знают они, не знают, не отдыхают. Нужно привод включить. Днем и ночью. Вот это да. Тут вот подъем был. Потому что я вспотел, фунжик-то пофиг, а я вот вспотел уже. Вот, ребята, поселок Березник. Сайт церковь какая? Ух. Везде бабки свежие сделаны. Да, но тут очень хорошо, кстати, содержится. Никакого мусора, банок, стерянок, пакетов. Прям цивилизация такая. Честно, пионерская. Лесовозы вот только шастают туда-сюда. Но, видать, потому и шастают, что мусора нет. Вернее, потому и мусора нет, что нет шастают. Короче, движуха идет. Вот, смотрите, детский городок какой. Ребят, спортивный комплекс. Вот, кстати, эти лесовозы, которые здесь шмигают. Спортивный комплекс в селе. Здоровенный. Ёлы-палы, а. Хочу жить в этом селе. Вот так должна быть каждая деревня в нашей стране. Да. Где столько УПК набраться? УЛК. УЛК. Да. В стране везде одни УПГ. А тут УЛК раз и Швейцарию сделал. Молодцы. Молодцы. Очень красивый поселок. Где все брать? Парк любви. Ребята, это село. Поселок. Где он и Павла? Будущее родного села в наших руках. Блин. Вот это село. Дома трехэтажные деревья. О, ашан какой. Я сейчас еще здесь Лукойл, наверное, заправка будет. Я бы даже сказал, не зиму, а селище. Что-то я ни одной нашей машины не вижу. Везде одни иномарки во дворах стоят. Ну, не такие блатные там, ну, иномарки, елки-палки. Все равно везде. Вот мы ее сейчас будем переезжать. Устья река называется. Красота-то такая. Да, очень красиво. Вот мы на этой реке будем рыбу. Смотрите, ребят, какая действительно красота. Какой здесь вид открывается. О-о-о. Сумасшедший просто. Далее, ребята, мы просто приехали на базу. И сил что-то снимать или что-то делать уже не было. В дороге были почти 20 часов. И все это время был за рулем я. Поэтому, простите, ничего не снимали. Как мы ни старались. Концовка выйдет вот такая вот. И будет завтра, следующий день. Ну, а вы это увидите в следующей серии. Большое спасибо за просмотр. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока.